Как мне найти взаимопонимание с дочерью-подростком? Она дерзит, противится, бунтует, боюсь ей сгоряча нагрубить. Что делать? Просто молчать и терпеть? За 5 минут мы вряд ли раскроем весь арсенал педагогических инструментов, которые есть в руках родителей. Понятно, что у вас есть и кнут, и пряник, и как-то надо творчески эти все вещи применять. Также мы понимаем, что подростковый возраст, возраст турбулентный, когда штурмят душу нашего сына или дочери гормоны, и ему самому с собой сложно справиться. Когда парень или девушка отрываются от мамкиной юбки и пытаются сами ощутить себя взрослыми, сами подвергнуть критике то, что им давали папа и мама, и понять, а надо ли им это или нет. Подростку самому тяжело. И, наверное, лучшее, что может постараться сделать родитель, сохранить эту тоненькую ниточку контакта со своим подростком. Для того, чтобы, если у него будут какие-то проблемы, сложности или трудности, все равно он пришел к папе или маме, попросил помощи или попросил совета. Он уже пытается быть взрослым, но жизненного опыта и возможностей ресурсов у него для этого не хватает, поэтому хочется, чтобы как-то этот контакт сохранялся. Сохранять его тяжело, потому что многие вещи, которые делает подросток, нам непонятны, нам трудно их терпеть, нас многое раздражает. Ну, я думаю, чувство родительского такта и любви вам поможет, если уже совсем какие-то откровенно вредные и неправильные вещи, которые, конечно, надо подростка постараться от этого удержать. Но вы столкнетесь с тем, что возможности ваши влиять на него и ограничить его свободу ограничены. Все равно он сидит в интернете, где он считает нужным, все равно он гуляет с друзьями, и не всегда вы его там сможете проконтролировать. Поэтому объясняйте ему, что такое хорошо, что такое плохо, постарайтесь быть ему другом, сохранять ниточку доверия и быть рядом, когда ему тяжело. Продолжение следует...